Меры предосторожности. Представители специального штаба проверили кафе и развлекательные заведения города. Национальные блюда. Как готовят на Урыскуже? Молочная продукция, мясо, мука, соль, вода. Выносливость и смекалка. Интересные факты и подробности об играх казахского народа. Развивался глазомер. Вырабатывалась ловкость, находчивость, сила и выносливость. В Балхаше под контроль попали кафе, рестораны и развлекательные места с массовым скоплением людей. Представители специального штаба проверили, насколько в заведениях придерживаются мер и ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. Вместе с ними в рейд вышла и съемочная группа Оркинмедиа. Для обеспечения режима чрезвычайного положения мобильный штаб вышел в рейд с 4 часов дня. Руководитель штаба, правоохранители и специалист санитарно-эпидемиологической станции проверили места массового скопления людей. Это кинотеатры, бассейн, кафе, спортивные организации и компьютерные клубы. Продолжили рейд и ночью. В это время в кафе и других развлекательных заведениях бывают многолюдно. Но в связи с объявлением чрезвычайного положения они могут работать до 22.00 часов, а количество посетителей не должно превышать 50 человек. Также при входе должны установить дезинфицирующие средства для гостей, а коврики у двери должны менять каждые 2 часа. Здесь при входе должны быть дезинфицированные антисептики, то есть для обработки рук посетителей. Помещение должно быть постоянно проветриваемое. Вы видите сами, что дым столбом стоит, это говорит, что помещение не проветривается. Условия не соблюдаются никакие. 20 минут 11.00. Несмотря на время, этот бильярдный центр продолжает работать в прежнем режиме. А вы знаете, что, видимо, чрезвычайное положение? А папка? Да. Да. Почему не выполняется? В первую очередь вы должны забыть о своем здоровье. Проверили заведение, расположенное на трассе, за чертой города. По словам хозяев кафе, они не знали, что введено ограничение работы до 10 часов. На первый раз выдали строгое предупреждение. Мобильный штаб по обеспечению чрезвычайного положения продолжит свою работу. Собственникам объектов, которые еще раз нарушат ограничения, выпишут штраф. Напоминаем жителям и индивидуальным предпринимателям города. Магазины работают в прежнем режиме. Однако должны соблюдаться меры безопасности. Запрещены массовые семейные торжества и памятные обряды, свадьбы, юбилеи и другие мероприятия. С 16 марта по 5 апреля в 17 общеобразовательных школах 11 611 учащихся вышли на весенние каникулы. В штатном режиме работают 24 дошкольных организаций. С 16 марта деятельность двух государственных организаций дополнительного образования. Творец школьников, школы искусств приостановлена. Рабочая группа уведомила объекты малого и среднего бизнеса по введению в следующих мер и временных ограничений. Функционирование крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов. График работы вещевых рынков с 11 часов до 17 часов. График работы кафе и ресторанов до 22 часов. Все спортивные мероприятия отменены. С 16 марта деятельность государственных спортивных организаций приостановлена. Деятельность частных спортивных организаций приостановлена. О ситуации и новостях по чрезвычайному положению, связанной с коронавирусной инфекцией, будем сообщать ежедневно в эфире нашего телеканала. Фариза Досковова, Балабик Кубжанов, Форкин Медиа. Балхашских студентов задержали в развлекательном заведении после 10 часов вечера. Несовершеннолетние находились вне дома во время карантина. Выявили нарушителей сотрудники полиции, санитарно-эпидемиологической станции и глава штаба. Во время рейта в одной из кальянных города находилась группа студентов. Документов, подтверждающие личность, у учащихся при себе не было. Как выяснилось, среди них был и школьник. Правоохранители установили данные нарушителей и предупредили родителей, чтобы впредь соблюдали порядок и меры безопасности. При невиде водострения личности, при себе не имеют права задерживаться за 3 часа. Водострение. Жители Казахстана уже привыкли к доброй традиции – отмечать Новый год не только зимой, но и весной. Науры – с праздник, обновление и единство народа. В этот день казахи готовят молочные угощения и различные национальные блюда. Одно из них – науры с кожи. Как его готовят и что еще подают на праздничный дастархан, расскажем далее. Главным блюдом праздника весны и обновления считается науры с кожи. Этот питательный суп – символ изобилия. Казахи едят его вдоволь, чтобы весь следующий год был таким же плодоносным, как и главное блюдо на столе. Есть поверье, если отведать науры с кожи в семи домах, год будет очень удачным. Это, говоря простым языком, восточный суп, который включает в себе семь обязательных ингредиентов. Молочная продукция, мясо, мука, соль, вода и злаки. Именно семь отборных ингредиентов включает традиционный рецепт. Науры с кожи готовят из воды, соли, крупы, молока, курта, лапши и мяса. Для супа берут копченое или свежее. После того, как мясо отварилось, его убирают и в бульон добавляют остальные продукты. Все перемешивают. Издравли кочевые народы употребляли науры с кожей для восстановления организма после долгой зимы. До стархана науры с дополняли кисломолочными продуктами. Кумыс, шубат, курт и домашняя сметана – неотъемлемая часть праздничного стола. Угощали гостей сушеным творогом, ремшек, перемолотыми проросшими злаками, талкан и горячими баурзаками. Национальные игры во все времена и эпохи имели огромное общественное значение для народов Казахстана. Есть испытания и на силу, и на выносливость, и на смекалку, и на умение держаться в седле, и на меткость, и на быстроту реакции. О некоторых играх казахского народа в материале наших корреспондентов. Асык-ату – детская игра в раскрашенные овечьи и надкопытные костяшки. Нередко по ним стреляли молодежь и взрослые. Существует несколько вариантов игры в асыке. Наиболее известны – Алшел, Онкахан, Бистас, Адбакл, Жермабер. В качестве выигрыша – костяшки или деньги. По правилам асыки ставились в ряд. Суть игры заключалась в том, чтобы ловко бросить с расстояния трёх и более метров четыре асыка. Они должны встать в нужную позицию или выбить маленькие кости, стоявшие на кону из круга. Игра асык-ату является спортивной национальной казахской игрой, в которой развивался глазомер, вырабатывалась ловкость, находчивость, сила и выносливость. На сегодняшний день асык-ату планируют занести в список спортивных состязаний во всемирной игре кочевников. А местом сбора юношей и девушек были Алтабакан. Это казахские качели, сооружённые из шести столбов, концы которых перетягивали прочной верёвкой, сверху устанавливали поперечный шест, куда закрепляли парные арканы для ног и для сидения. Девушка и юноша раскачивались на качелях и при этом напевали весёлую песню. Остальные подхватывали её, играли на домре. Одна из древних национальных игр – Куску. Её суть в том, что джигит на коне должен догнать девушку-всадницу. Согласно древнему обычаю, прежде чем юноша женится на девушке, он должен был доказать своё мастерство наездника – умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, претендующий на руку, сердце и девушке, догнал свою невесту на резвом скакуне. Всё это превращалось в весёлые и увлекательные зрелища для всех собравшихся. Казахи играли также и в игры, распространённые у многих народов. Например, жмурки – жасарымбак, сокартике, сокарсьер – отгадывали загадки. Таким образом, игры, исторически распространённые среди казахского народа, охватывали многие стороны его трудовой, духовной деятельности и быта, как оседлого, так и кочевого. Большинство игр продолжило своё бытование, но в другом качестве. В настоящее время, руководствуясь указом президента Республики Казахстан о введении чрезвычайного положения, об усилении мер по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции на период пандемии, а также постановлением главного санитарного врача Карагандинской области в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Республике. Организованы санитарные посты на базе передвижных медицинских комплексов, в том числе и в городе Балхаш. Специалисты санитарных постов проводят бесконтактную термометрию с использованием тепловизоров и опрос лиц с целью выявления больных или с подозрением на коронавирусную инфекцию. Город Балхаш не является карантинным городом. Все это делается, чтобы обеспечить контроль за лицами, въезжающими или прибывающими из других областей. На этом мы завершаем выпуск. Завтра в 20.30 в эфире телеканала Оркен Медиа мы подведем итоги недели. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин